Здравствуйте! Это программа Новосибирская неделя. В ближайшие 17 минут о самых заметных событиях и о том, как они повлияли на жизнь города. На рынке такси оживление. Новые службы заказа обрушивают цены и атакуют агрессивной рекламой. Компании воюют за водителей и клиентов. Для последних обещанные 50 рублей за поездку в итоге превращаются в сотни. Люди хотят ясную цену сразу. Отсюда туда стоит столько-то, поехали. И он не едет и не пересчитывает судорожно в кармане свои купюры и мелочи. Обеспечим для города движение. На левом берегу начали строить новую трамвайную линию. Рельсы свяжут спальный микрорайон с площадью Маркса. А на пересечении улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев делают новый поворот для вагонов, чтобы открыть еще один маршрут. Его пытались уже делать. Вы можете видеть по рельсам, которые уже пытались проложить когда-то 20 лет назад. Но тогда не удалось ее запустить, потому что уклон большой, перепады большие. Белая медведица Герда беременна. Изменения поведения и форм заметили посетители зоопарка. Факт подтверждают охранники. Руководство зоосада, скорое пополнение в медвежьем семействе пока скрывает. Если расселять будут, значит беременна. На заправках переписали ценники. Впервые с начала года все виды топлива подорожали на рубль. Литр 95-го вырос в цене до 33,5 рублей, а 92-й теперь стоит 30,5 рублей. И это только средние значения. На некоторых АЗС ценники еще выше. Рост в рознице, как обычно, связывают с резким повышением оптовых цен. По прогнозам нефтетрейдеров, стоимость топлива в ближайшие полгода может подняться еще. При этом сами же автозаправщики попросили антимонопольную службу проверить законность повышения отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах. Кстати, нефть на мировом рынке опять подешевела. В результате рубль вновь ослабел по отношению к американской и европейской валютам. В середине недели за доллар давали больше 57 рублей, за евро больше 63. Падение не фатальное и все же в обесценивании национальной валюты мало приятного. На фоне такого роста цен снижение стоимости проезда в такси, о котором во всеуслышание трубят перевозчики, удивляет. Поражает и молчание легальных водителей. В начале года они массово протестовали против ценового демпинга самой популярной службы такси в городе. Тогда стоимость поездки снизили до 150 рублей. Теперь же, когда цена упала до 50, тишина. Низкую стоимость на услуги устанавливают представители федеральных и международных служб заказа такси. Но не все так радужно на самом деле. Анна Кондратенко разбиралась в тонкостях ценообразования. Считаете такси роскошью и пользуетесь им лишь на длинные расстояния. Я докажу вам, что теперь все изменилось. Массированная рекламная атака новой службы такси захватила городские улицы. 50 рублей, не фантастика ли? Водитель такси объясняет тонкости рекламной ловки. Все просто. Эту сумму клиент платит за посадку. А дальше за каждый километр по 14 рублей. За пробки пассажирам тоже придется раскошелиться. Минута простоя – 4 рубля. С какой-то стороны оно выгодно ездить и по таксометру. То есть на дальние расстояния можно съездить, заработать хорошие деньги. А как бы на ближней – невыгодно. Проще взять по фиксированной цене. Ценник, по-моему, так и останется на ближайшее время. Потому что такси «Сатурн» будет сейчас давить вот эти все ценники, все минималки. Правда, водители не скрывают. Новосибирцы привыкли к фиксированной цене за поездку. И на счетчики реагируют порой весьма эмоционально. Кстати, недавно с местного рынка ушла компания «Такси-24». Этот перевозчик как раз использовал таксометры. Люди хотят ясную цену сразу. Отсюда туда стоит столько-то. Поехали. И он не едет и не пересчитывает судорожно в кармане свои купюры и мелочи, поглядывая на таксометр. Кроме того, таксометр – это способ произвола со стороны водителей. Он насчитал. Ну, отдал деньги. Посчитал, прослезился, вернулся к нам. Но водители готовы экспериментировать. Многие сотрудничают сразу с несколькими диспетчерскими службами такси одновременно, выбирая более выгодное предложение. В «Лидере» не нравится раздача заказов, потому что есть приоритетный, есть свой автопарк. Соответственно, водители, которые работают на своем авто, либо на арендном, соответственно, ущемлены. Чтобы переманить водителей, службы заказа сближаются с конкурентами в буквальном смысле. Вот, к примеру, компания «Сатурн» открыла свое представительство напротив офиса главного оператора такси в Новосибирске – компании «Лидер». Иностранная компания «Гет» в Новосибирске тоже решила бороться и за водителей, и за клиентов. Минимальную поездку в 50 рублей таксисту с лихвой компенсирует службу заказа, доплачивая из собственного кармана еще 150. Эксперты уверены, это всего лишь рекламный ход. Кстати, компания «Гет» официально заявляет, что работает только с легальными водителями, у которых есть лицензия. Это пока единственная служба заказа, которая согласилась тесно сотрудничать с Минтранцем в Новосибирской области. Предполагается, что компания будет передавать чиновникам всю информацию о заказах, и любой клиент такси, зайдя в интернет, сможет проверить, что за водитель его подвозил. Государство у нас медленно, но верно все равно разворачивается в пользу таксомоторных предприятий, потому что это и рабочие места, это и налоги, это и контроль, это и безопасность. Их эра расцвета, компании, которые работают с нелегальными, она подходит к концу. И все же решающее слово за пассажирами. И они голосуют рублем. Цена, без разницы, есть лицензия, нет. На всего или больше. Пока есть спрос, будут и предложения. Хотя низкие цены, по мнению экспертов, сезонная тенденция к зиме. И службы заказа, и таксопарки наверняка увеличат стоимость поездки. Анна Гонбратенко, Евгений Макаров, Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пересечении улиц Вертковской и Сибирьков-Гвардейцев трамваи пока не ходят. Но это ненадолго. Уже к концу месяца, как обещают ремонтники, по обновленным рельсам пустят вагоны и не только в привычных направлениях. На этом участке прокладывают пути в сторону Маркса. Пока что дорога еще перекопана, но люди уже дают оценку новой развязки. Ну, правильно. Есть же люди, которым нужно уехать туда, с Маркса. А трамваем они не могут. Они только на Заполинку могут отсюда уехать. Или на Северо-Чинской. Я думаю, что это будет, конечно, намного удобнее. Я думаю, что чем разнообразнее, тем лучше. Лишь бы это не способствовало авариям каким-нибудь. Но я думаю, что это предусмотрено. Трамвай номер три пока уберут и пустят здесь шестой маршрут, который станет удобнее за счет нового поворота. Его пытались уже делать. Вы можете видеть по рельсам, которые уже пытались проложить когда-то 20 лет назад. Но тогда не удалось ее запустить, потому что уклон большой, перепады большие. Но сейчас мы уверены, что это сделаем. И постараемся, учитывая, что неудобство горожанам, сделать побыстрее, раньше срока. То, что невозможно было сделать 20 лет назад, теперь позволяет осуществить компактные стрелочные переходы. Участок давно требовал реконструкции. Маршрутам, проходящим здесь, не хватало маневренности. Трамвайную сеть начали совершенствовать еще в прошлом году. Тогда здесь реконструировали кольцо на пересечении покрышки на Иплюхера. В этом году работы ведутся на Вертковска и Титова. Все проекты в Левобережье направлены главным образом на то, чтобы жители отдаленных микрорайонов могли добраться до развязки метру Маркса, значительно быстрее, минуя заторы. К сожалению, транспортная инфраструктура города не поспевает за стремительным жилищным строительством. От новых домов на западном жилмассиве до трамвайных остановок идти далеко. На выезде из микрорайона, к тому же, постоянно образуются пробки. На данный момент отсюда уехать не очень удобно. 1,54 маршрутка, больше ничего остальное. Все только в районе Зари. Поэтому, конечно, если откроют линию, построят, то уже будем пользоваться. Мы сейчас вот иду на Зарю пешком. Я так вот села на трамвайчик, культурно поехала. Так что, я думаю, все будут ездить. Уже через год в туле улицы Титова проложат более двух километров путей до улицы Порт-Артурской. Также построят кольцо для разворота. Стоимость строительства ветки оценивают 81 миллион рублей. Это дешевле и реальнее, чем строительство метро. К тому же пробки трамваю не грозят. На дороге у него приоритет. Развитие легкорельсового транспорта, трамваев, получило в последнее время во всем мире новые стимулы для развития. Ситуация показывает, что такой транспорт очень интересен в городах. Ветку до чистой слободы вполне можно назвать пилотным проектом скоростного трамвая. Такой трамвай должен минимум стоять на перекрестках со светофорами. В лучшем случае он проходит по эстакаде, а в худшем случае он проходит по зеленому сигналу светофора. То есть, красный сигнал загорается другим участникам движения. Концепция скоростного трамвая разработана давно. Сотехническая документация готова, но пока построить новые обособленные пути для вагонов мешают экономические трудности. Инвесторы больше заинтересованы вкладывать деньги в строительство жилья, а не в развитие инфраструктуры. Вероника Иванова, Дмитрий Канн, Олег Макаров, Новосибирская неделя. Эта неделя оказалась на удивление богата на транспортные события. К примеру, у велосипедистов появился дополнительный повод для радости. У здания городской администрации установили специальный паркинг для двухколесного транспорта. Теперь, помимо нескольких десятков машиномест на улице Щетинкино, будет и восемь мест для велосипедов. Лидеры движения «Привет, велосипед» не рассчитывают, что чиновники массово пересядут из автомобилей на менее комфортный транспорт. Но Анна Терешкова, начальник одного из департаментов, уже пообещала пользоваться велосипедом регулярно. На самом деле это правда. Я пообещала, что я весь июль месяц буду ездить на велосипеде на работу. Вообще велопарковок в городе много. Почти все конструкции установлены коммерческими организациями. Поставить велопарковку – это не так дорого, и любая практически организация может себе это позволить. И не эксплуатировать общественную организацию. Поэтому, я думаю, если кому-то нужны какие-то советы, можно подсказать. Если парковаться велосипедистам уже легко, то ездить, как ни парадоксально, пока сложно. Теперь дело за малым – организовать велодорожку. К концу лета ее все же обещают открыть. Автовладельцы тем временем о новшествах и слышать не хотят участники мелких аварий. Отказываются оформлять столкновения самостоятельно. Хотя уже прошла неделя, как действуют новые правила. Теперь незначительные повреждения достаточно сфотографировать и даже автоинспекторов вызывать не обязательно. Но водители по-прежнему ждут представителей ГИБДД. И создают пробки. Хотя за это теперь их могут оштрафовать на тысячу рублей. Впрочем, страх перед таким наказанием проигрывает опасением не получить страховку. И некоторые участники аварии столкнулись с этой проблемой. Страховщики отказываются выплачивать возмещение, если второго участника аварии не увидели в лицо. Он обязан прийти и предоставить свой автомобиль. Что вроде как, что это не подстава, ничего не наиграно. Вот что ДТП на самом деле было. С видеозаписей свидетелей того же самого комиссара им недостаточно. В общем, много в новых правилах недоработок. Страховщики боятся махинаций, так называемых автоподставщиков. Водители не хотят оставаться без денег. Вот и предпочитают стоять на месте и даже готовы за это заплатить штраф. Так часто бывает, что даже в новых законах, призванных улучшить жизнь, есть недочеты, которые все напротив усложняют. О последних инициативах разного уровня и их последствиях говорим с депутатом Совета депутатов Новосибирска Ростиславом Шило. Недавно на федеральном и региональном уровнях приняли обновленный закон об эвакуации автомобилей. Вот как вы думаете, что-то изменится в связи с этим? Это надо было сразу сделать еще. Ну, там вышел человек, стоит автомашина, ее грузят на эвакуатор. И говорят, все, мы грузим, да, повезли. Вот будьте добры, найдите эту парковку, где ее оставят там или, значит, стоянку, на штрафстоянку. Заплатите деньги, оформите документы. И человек бегал два дня там или день для того, чтобы получить свою машину. Ну, прединфарктное состояние, да, настроение не к черту и так далее. Нормально это, ненормально. Там еще надо много, наверное, я думаю, что вносить это изменение, чтобы всем нам жилось легче и лучше. И не портить настроение друг к другу. Эта норма облегчает жизнь автовладельцам. Обязательно. А вот есть новшество, которое вступило с 1 июля. Это ужесточение наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Вот как думаете, станет ли меньше людей, желающих выпить и сесть за руль? Я могу сказать, что вот здесь я согласен полностью, да. Я бы еще, ну, ужесточил бы, наверное, это больше, там, не 2-7 лет тюрьмы, там, или 4-9, если ни одного человека ты лишил жизни по пьянке, да. Во-первых, я бы лишал пожизненно прав, если повторно попался. Но первый раз может быть, там, какое-то, как сказать, ну, все мы живые люди, да. А потом урок на всю жизнь. Да, урок на всю жизнь. Да, но когда ты садишься второй раз, это за руль в пьяном виде, да, я лишил бы пожизненно прав и посадил бы, если ты лишил кого-то жизни лет на 15. Еще одно новшество, которое вступило в границах Новосибирской области относительно недавно, это дополнительные часы тишины с 13 до 15.00. Это нормальный закон и правильно принят, потому что в обеденный перерыв, там, с 13 до 15, там, до 3-х, это часов детей укладывают спать и так далее. Но это не решение проблемы. Пора уже переходить одноэтажную, особенно Сибирь, где у нас земель вот столько много. Я могу сказать, это будет правильно. Это, вы понимаете, я за то, чтобы, как сидит графиня и говорит, Петя, а Петя, а что за шум за окном? А Петя говорит, да, вот, барыня, кричат, чтобы не было богатых у нас, это в России. Она говорит, интересно, мой дед, прадед и прапрадед все добивались того, чтобы были богатые люди, это в России. Я тоже, чтобы все были богатые, это россияне, они этого заслужили. И жили в коттеджах, и отдыхали, и наслаждались жизнью. Спасибо большое. Пожалуйста. Не все удалось обсудить с Ростиславом Шилом в интервью, кое-что осталось за кадром. Хотя узнать у директора зоопарка последние новости о его подопечных непросто. К примеру, очевидный факт, что белая медведица Герда опять в интересном положении, он так и не подтвердил. Сотрудники зоосады вообще предпочитают не афишировать такие новости до тех пор, пока пополнение не появится на свет. А это произойдет еще не скоро. Впрочем, посетители зоопарка изменения в поведении и формах Герды заметили. Мы видели, да. Ну, что она? Она не в дом. Она медленно двигается. Похоже, подтверждается. То есть она сейчас, у них же обычай какой, муж сделал свое дело и не нужен. Она сейчас близко не подпускает отгрызанному немножко там кусочек лапки. Ну, в общем так, без потерь. Ну, сейчас будут, наверное, если расселять будут, значит беременны. Ну, все надеются. Беременность у белых медведей продолжается около полугода и выйдет медвежонок на свет не сразу после рождения. Так что официального подтверждения пополнения раньше декабря-января ждать не стоит. Такую прошедшую неделю увидели корреспонденты нашей редакции. Материалы программы доступны через канал Новосибирские новости на видеохостинге YouTube. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новосибирск.